Обнаружили 30-го утром, около 7 мне позвонили, сказали. Надгробные плиты повалены и разломаны на несколько частей. Где-то торчит арматура, где-то треснула основа. Имам Хатыб, местной мечети, в ужасе от произошедшего. Это для нас большая беда, большая трагедия для деревни. У всех здесь родственники, покойники. В деревне Васюково вандалы повредили более 90 надгробных плит, причем действовали очень выборочно. Например, в верхней части кладбища практически ни одна надгробная плита не тронута, и только самая крайняя, буквально перевернута. Не тронули злоумышленники и могилу приемной сестры Габдуллы Тукая. Вот в середине кладбища повалили чуть ли не каждый второй памятник. Немыслимо, говорят родственники усопших, многие плиты уже не подлежат восстановлению. Таких людей я человеком даже не могу сказать. Удивились уж, конечно, три года назад, что ли, тоже было так же. Погром на этом кладбище действительно уже не первый. В 2012-м разгромили несколько надгробных плит. Правда, виновника ответственности не понес. Признали невменяемым, отправили на лечение. Нашли из соседней деревни, значит, из Казовского района Чуваски, республики. Он какой-то невменяемый человек. Здесь же скорее работала группа, предполагают местные жители. Все 93 поврежденных памятника, помечены красным цветом, следователи уже сняли отпечатки пальцев, а в МВД возбудили уголовное дело. Резонансный случай пока не комментируют, но не исключено, что это те же вандалы, что устроили погром на ново-татарском кладбище в сентябре 2016-го. Не устояли около ста надгробий. Тогда дело под личный контроль взял президент. Татарстана было назначено вознаграждение миллион рублей. Однако злоумышленники до сих пор не найдены. Остается еще и раскрытый ряд резонансных преступлений. Вандализм, который произошел на татарском кладбище. Деревня Васюкова уверена, среди них вандалов быть не может. Живут здесь чуть более ста человек и очень дружные. Но тот, кто приехал громить, однозначно хорошо знаком с местностью. Ведь кладбище находится не в самой деревне, а в поле неподалеку. И дорогу нужно еще найти. Адель Кламид, Рамзель Гарипов, ТНВ, Зеленодольский район.